Привитание! Сегодня у нас шарговый великий пробег в лесе, 4-ая струденья, это первый пробег в воде. Да, место к старту, в 25 километрах от дому, трапили Чигункой. Место крыху, засыпанное снегом, Олежь, знакомое. И у кишени навигатор. Учера этого снега еще не было, Олежь это третья проба зимы в этом сезоне взять то, что ей належить. И не глядяши на то, что лето и тепло не больше сподавается. Раз зима, то под ногами повинен быть снег, а не близкий бруд, как вчера. И еще одно скрыжевание. Нам треба в этот бок. А последние тыдни катал по катушке на новом своем двухколовом сябре. Олежь, ровар, ровар, это не бег, бег лепий. В лесе не души, только мы и ветер. Да, рэджи улетку это болото. Но сейчас... Так, шмат зеленого кольора в зимку можно сустрить, только убавиться. Мы в Украине, бобро. Да, рэджи, про ровар. На сегодняшний день я на им проехал уже две сотни километров. А лепо-акуль у меня не было его. И я был только марил, то у меня возникало шмат вопросов. Плюсы и минусы закопления. Бегом по проселкам и езды на ровары по бездорожью. Коли ты живешь в центре вельми великого города. По-перше, ровар не просто тягать в пассажирском лифте. С тема поверха. По-другое, на две же кразовки на метро ты вельми худко можешь доехать до ускраины города, где можно стартовать для пробега в полях-лесах. С роваром в громадском транспорте придется не солодко. Альбо треба целую годину по шумных городских улицах выбираться ближе до ускраин. По-треться, в дождливое брудное надворье, после пробежки ты вымушенный отмывать только кроссовки. В выпадку велокросса придется надать немало часу для мытья железного сябра. Да, редшие кроссовки Куатеры занимают истотно меньше места, чем ровар. По-четвертое. На, вот, коли зимой навалило добрый снег, ты завсюду знойдешь, где можно побегать. А вот найти проходное для ровара шлях, не с апсаванной солью, это великая проблема. А еще в зимку бывает гололед. По-пятое. Махчима, это только у початковцев, а ле пятая кропка, не в захоплении долгой сядни у сядле. Для спины так само дискомфорт. Руки вставляются от руля. А ось подчас бегу по проселкам абсолютно ничего не болит. А еще, коли тебе бежишь, ты находишься ближе до природы. Тебе простей заважить что-то цикавое, подбегши и сорвать гриб, або развеять редкую рослину. Да и сдымать мои стушки на ровары вельми незручно. И махчима их и не будет. А вот сдымать только пробеги в лесе. Да, Рэджи, на днях мне один хлопец, який на ровары катая и ведая, что такое бег по стежках, сказал одну вельми обнадейливую фразу. Коли облыкнешь до ровара, то ничего болеть не будем. А будешь захопляться, какие хутка проносятся прыгожими краевидами. Пытаешь? Шамуя набыл ровар, коли мне сподобается бег. Я вельми давно марил о ровары. Ехать на ровары по лесных стежках это супер. А по другое, пока я романдую свою спину, то ровар будет мне допомогать. Выбраться, куда идти в лес, на стежки и просто вдыхнуть свежего ветра. Ну как, видуешься, и это, когда ты не будешь сидеть дома на канапе, и еще наприконцы и бег, и ровар. Это разные вещи, а у них есть одна огульная рыса. И они дарят тебе пожить все по лету, как тушцы. И пожить все с довольнения от житца. Все на сегодня. Живи ярко. До наступных встреч. Квакуль. Да по бассейнам. Я хочу тихти в дрімочі ліси. Я втомився від міської асфальтної краси. Мене задовмали трамваї і колії, кондуктори дебили і профілакторії. А там олені, олені, небриті і неголені. Дивні створіння, в них мозгів стичать хворіння. Олені, олені. Хворіння. А на наші лісі. Звук 여�лени.